Всем добрый день, машина джили МК Кросс Этот подшипник левой стойки амортизатора Скрипит, тот я менял, как видите, он более сильно выдавлен Наверное, его тоже надо будет менять Но сейчас что-то я слышу скрип с вот этой стороны Он немененый, наверное, все-таки надо поменять, посмотрим Потому что скрипит отсюда Как видите, три гаечки крепления наверху опорной чашки с подшипником Вот там Теоретически добраться можно, но в одиночку очень неудобно Поэтому все-таки буду снимать вверх вот эти пластиковые И для этого надо снять сначала поводки После откручивания гайки на 13 Вот я ее назад уже поставил Поводок, потом легко вот так загнули его и вверх сняли Теперь надо открутить вот эти вот два шурупчика И будем снимать пластиковую накладку С низкой стороны пластиковая накладка держится вот так На клипсах, которые продеты через вот эту резинку Поэтому резиночку стягиваем с каждой клипсы Вот так вот И дальше сжимая внизу вот эту клипсу Усики Вытаскиваем каждую клипсу вверх Теперь, когда все клипсы сняты Накладочка у нас эта уже совершенно спокойно снимается Надо только вон там из-за углов ее высунуть И все, сейчас двумя руками мы ее вытащим Вот с верхней стороны у нее такие выступы Тоже типа клипс, которые под стекло Вот сюда вот держат за стекло Все, как видите, снято Теперь нам мешает этот привод Потому что нам надо снять поперечину вот эту Снимаем привод Это вот эти держат его болты И разъем надо отстегнуть Отвернув эти болтики Болтик он вот такой С вот такой серединкой Запрессованный Видите, здесь овальное отверстие Отвернув эти, привод у нас качается И его держит только вот эта вот опора Из которой мы его сейчас вытащим Он сюда просто вставляется Вот он, привод снятый Это вот резиночка И вот сюда вот она вставляется Это опора, которая его держала Привод сняли Теперь целый набор болтиков Которые держат поперечную пластину Вот болтик, вот болтик, вот Вот, вот еще Вот эта штука Все это надо открутить Разъем просовывается Отверстие широкое Его держит резинка Резинка сжимается Отверстие просовывается Все-все болтики откручены И эта железка у нас теперь стала подвижной Теперь ее можно будет вытащить Она держится там только на герметике Вместо этого уже растрескавшегося куска поролона Который является герметиком Я, может быть, сюда поставлю бутилкаучиковую ленту Так, ну это уже проще будет на процессе сборки решить Сейчас снимаем опору Во-первых, надо поддеть вот эту крышечку Она, вообще говоря, выскакивает Но вот ногтем я ее поддеть не могу А, вот она, все Подделась крышечка Под ней гайка Эту гайку нужно сейчас ослабить Потому что когда я поддомкрачу машину Будет уже проблемно ее Здесь у нас головка на 18 Надо, чтобы такая у вас была Гайку я ослабил, открутил Но откручиваю ее, естественно, не до конца Так, чтобы с резьбой она не сошла Теперь Надо переходить к низу Ну вот эти гайки тоже, может быть, сейчас можно ослабить И дальше переходить к низу Снимать колесо и поддомкрачивать машину Гаечки Колеса надо ослабить в настоящей машине Пока она не поднята Иначе потом будет их очень трудно ослабить Дальше Ставим домкрат Как видите, я его ставлю на две деревяшки вот таких мощных Поднимаю Теперь у меня колесо поднято И сейчас вот сюда еще стоечку поставлю Чтобы у меня домкрат был как бы страховочный А машина стояла на стойке А чтобы стойка ничего тут не промяла Я сюда тоже вот так поставлю деревяшечку Такую большую, чтобы она по всей площади вот так держала Вот примерно это выглядит вот так Вот она деревяшка Вот стойка Домкрат ослаблен, но не до конца То есть он немножко держит То есть на одновременно и на стойку И на домкрат у нас идет усилие Можно даже для страховки еще что-то подкладывать Но в принципе в данном случае я надеюсь, что это достаточно Так, теперь снимаем колесико Как колесико снял Смотрим, что у нас тут идет и крепится к стойке Значит, во-первых, здесь, как видно, тормозной шланг идет Вот он От тормозного цилиндра идет тормозной шланг И еще провод Это все крепится к стойке Соответственно, нужно их освободить Сейчас клипсу вытащим И посмотрим, как открутить вон тот кронштейн, который держит тормозной шланг Вот тут болтик Вот он Но, к сожалению, весь в грязи Сейчас будем очищать При помощи отвертки и покачивания в разные стороны Вытаскиваем клипсу, которая держит у нас провод Датчик АБС Вот этот кронштейн Вот он откручивается И после откручивания у меня провод освободится Будет висеть Ну, правильно, все верно Вот кронштейн откручен Видите, провод совершенно спокойно Все отошло, ничего не держит Теперь самое сложное Нет, не самое сложное Самое сложное, наверное, еще будет Два сложных момента будет Это со сжатием пружины И вот эти вот две гайки Вот эти две гайки сейчас будет сложнее всего открутить Потому что именно на них держится стойка На этих гайках у нас головка на 21 Одел ключ Сейчас трубу сюда И буду пробовать Самое тяжелое стронуть Когда стронешь, дальше откручивается уже чуть ли не вручную Обе гайки сняты Все, порядок Болтики, как видите, крутятся спокойно Теперь откручиваем наверху вот эти Чтобы все освободить Здесь еще чуть-чуть осталось докрутить Внизу нижний болт я вытащил Чуть-чуть держится на верхнем Он придерживает Потому что если я его вытащу То стойка просто упадет Сверху скручиваю все остальные И снимаю пластину Теперь вверху ее уже ничего не держит Снял пластину гайки Ее держит только внизу один болт Поэтому сейчас я этот болт вытаскиваю И аккуратно снимаю стойку куда-нибудь вбок Ну вот она, друзья Стоечка с опорным подшипником Стояла вот так Опорный подшипник был сориентирован Соответственно вот так Все, теперь нам надо стяжку пружин Чтобы стянуть пружину И снять, наконец-таки, опорный подшипник Я у машины второй хозяин Не знаю, похоже, что кто-то уже это снимал Потому что там на гайках Как вы, наверное, заметили Были метки какие-то белым фломастером Значит, на что хочется обратить внимание Судя по такому имеющемуся мнению Вот эти вот два отверстия Должны быть сориентированы В сторону крыла автомобиля То есть вот сюда А они сориентированы Куда-то вперед автомобиля Значит, по всей видимости Кто-то ее уже снимал Это только подтверждается И этот опорный подшипник, видимо, меняли Ну что, сейчас поменяем еще раз Накрутил стяжки Вот здесь пружинка у меня отошла Покачивается Вверху практически вплотную Но как бы появился вроде какой-то зазорчик Вот эта стала отходить Так что надеюсь, что теперь я смогу Открутить без проблем И снять опорный подшипник Как видите, я даже две стяжки Мне оказалось мало Я поставил еще третью стяжку Потому что пружина все еще не ослабевала Есть недостаток большой у этих стяжек Видите, они вплотную То есть тяжело крутить Они трут прямо по пружине Вот этими своими гранями Что это, что это стяжкой Вот кто так стяжки делает Вот Ну сами видите, да Так, теперь Когда я стянул И у меня подшипник ослаб Я думаю, комментарии даже не нужны Видно, что Подшипнику там пришел Полный кирдык Все Болтается как Просто не знаю что Ну вот Сейчас будем менять А прежде всего Я Покажу Какой подшипник я купил Купил я Вот такую вот Опору Сейчас мы ее откроем Это опора Фирмы САД Не оригинальная Снизу она выглядит Вот таким вот образом Здесь видите GR какой-то пробито Не знаю, что это значит Давайте посмотрим Здесь номерочек какой-то пробит Сохраним его для истории Может кому и понадобится Кто его знает Что этот номерочек означает 485-09-00060 Да А, нет Тире 0-0-0 По-моему 50 Да Может это Номерочек для Тойоты Может это Тойотский номерочек Надо будет пробить Так И на подшипничке Пробить номерочек Сейчас попробуем Сфокусироваться Чтобы его увидеть Так Здесь что-то Честно говоря Вижу я мелко Уже не очень Что-то 630 32 6302 RS Что-ли Что-то Наподобие Того И с верхней стороны Опора Выглядит Таким вот Образом Диаметр Отверстия 14 Так Да И еще я Купил новый Пыльничек Они где-то По 100 Рублей Там Нет Побольше По 140 Потому что На старом пыльнике Видите Что получается Отпечатываются Отверстия От Чашки От вот этой И соответственно Потом Ставить Старый пыльник Не Камильфу Сейчас я буду Отворачивать И снимать Этот подшипник Это у меня Головка На 18 Старайтесь Не наклонять Сильно Амортизатор Он должен быть В вертикальном Положении Если вы его Наклоните Его надо будет Прокачивать Это раз И второе Приготовьте Все Чтобы Максимально Быстро Снять старую Опору И поставить Новую Потому что Нехорошо Когда Пружина Сжатая У вас Перед глазами Долгое время Будет находиться Мало Лишь Что Еще Вот здесь Видите Стоит Прокладочка Я ее Купил Купленная Выглядит Вот так И имеет Вот такой Вот код Наверху 10 14 0 17 12 Хотя Ту Что я купил По виду Явно Отличается От этой Но Что делать Поставим Какая Есть А нет Я не совсем Давеча Вам Правильно Сказал Вот они Два Отверстия Вот они Два Отверстия Это не на те Отверстия Я показал Я показал На вот этих Вот они Два Отверстия Которые Должны Стоять В сторону Крыла Автомобиля И действительно Если мы Посмотрим Как сейчас У меня Стоит Амортизатор На полу Да Они смотрят В сторону Крыла То есть Эта чашка Все-таки Правильно Стоит Стояла Так ее И будем Естественно Ставить Установлен Новый Опорный Подшипник Опора С подшипником Естественно В сборе Теперь Начинаем Отпускать Пружины Гаечку Накрутил И новый Естественно Пыльник Стяжки Сняты Вот она Стоечка С новым Опорным Подшипником Теперь Теперь ее Надо Устанавливать Назад На автомобиль Ну а это Как вы понимаете Старый Подшипник Который Я снял Сейчас посмотрим Насколько Сильно Он Люфтует Ну Как бы Люфт Есть Конечно Да Не могу Пока Сказать Насколько Он Огромен Так вот Визуально Не особо Ощущается Хотя Надо Вскрывать Подшипник И глядеть Подсунув Снизу Закрепляю Сверху Вот На три Гаечки Так Чтобы Было Не под углом Более Менее Теперь Будем Совмещать С Поворотным Кулаком Как видите Поворотный Кулак Вставился Нужно Воткнуть Теперь Болтики Собираем Резьбу Я Промазываю Герметиком С той Целью Чтобы Она Не ржавела Ну и Плюс Герметик Он Становится Резиновым Ну и Соответственно Как бы Противодействует Откручиванию А открутить Всегда Можно Потому что Герметик Это все-таки Не клей Здесь Затянул Здесь Затянул Насколько Сил Хватило С помощью Трубы Здесь Очень Маленький Ход Вот Кажется Что Вроде Много На самом Деле С помощью Трубы Всего Один Щелчок Ключа С Трещоткой Так Этот Кронштейн Доставлен Назад Эту Штуку Тоже Сейчас Воткнем Все Воткнули Провод Так Снизу В общем Все Заодно Сейчас Поменяем Тормозные Колодочки Попутно И Можно Ставить Будет Колесо Поставили Колесо Теперь Вот Эту Гайку Окончательно Затягиваем Давайте Посмотрим Вот Сейчас Машина Стоит На ногах То есть На колесах Это Только что Замененная Опора А вот Эта Опора Замененная Давно На Неоригинальную На самую Дешевую Видите Ее Подвыдавило По идее Тоже Надо Менять Вот Честно Говоря Не знаю То ли Менять Правую Сторон То ли Пока Поездить И Посмотреть Как Будет Вот Помененная Опора Практически Не Выступает Вот Это Старая Давнишняя Опора Ее Подвыдавило Довольно Заметно Значит Это Опора САД А Это Какая То Была Неоригинальная Опора Под Кодом Джили Ну Вот Собственно Говоря И Все Пока Спасибо За Внимание Смотрите Наш Канал Подписывайтесь Спасибо